Я надеюсь, что если у кого и были из собравшихся в этом зале симптомы профессионального или личного выгорания, то я более чем уверен и очень надеюсь, что после предыдущих двух спикеров эти симптомы как ветром сдуло. Но если у кого-то еще есть вот подобные страдания, то поверьте, сейчас окончательно добьем и окончательно восстановим вам веру в человечество, ведь это конференция, будущее за людьми. Ну, для начала давайте поаплодируем друг другу, признаем тот факт, что все вы молодцы, и большая часть этого очень насыщенного дня позади, но самое интересное нас еще только ждет. Итак, давайте, финишный спор, такой мощный рывок, приготовились. Филипп Гузенюк, Филипп Гузенюк, автор проекта «Счастье в деятельности», партнер в Институте коучинга Санкт-Петербурга, бизнес-тренер и преподаватель. Вообще, многим из вас он наверняка уже знаком по стратегической сессии для партнеров, которую он провел в прошлом году. Это было круто, спросите коллег или просто поверьте нам на слово. Ну и вот, Филипп снова с нами. В этот раз он покажет, где найти источники энергии в нашей ежедневной работе. По сути, такой рецепт вечного двигателя. И вы знаете, судя по Филиппу, он этот рецепт точно знает. Итак, ваши аплодисменты, Филипп Гузенюк. Филипп, добро пожаловать. Коллеги, здравствуйте. Очень рад быть здесь, приветствовать вас. И мне даже прямо сейчас будет жалко начинать с тех слайдов, которые буду показывать первыми, потому что ситуация плачевная. Пару слов расскажу о себе. Я вот 12 лет занимаюсь темой счастья в деятельности, источники энергии в работе. Я веду личный коучинг с первыми лицами компаний в России и за рубежом. Крупнейшие, огромные корпорации и прям такие бизнесы небольшие. В сложных ситуациях. То есть зовут, когда хорошему человеку плохо, когда задача в личность не помещается. В этих ситуациях помогаю пройти сложный период, новая стратегия, новые цели, слияние поглощения, выход на зарубежные рынки. Вот прям такие вызовы сложные сделать и не заплатить собой. Как бы не выплюнуть легкие, не сдохнуть. Также занимаюсь темой топ-тим-алаймент, топовые команды, сложные ситуации в командах, как их выстраивать. Поэтому очень много каждый день прям работаю с людьми, которым непросто. Вот смотрите, какая ситуация. 87% людей не любят свою работу. Это Гэллоп. Международное исследование. Миллион респондентов. 17% людей ее ненавидят. Поэтому вы хотите говорить про счастье в деятельности, про эггегей, но как-то странно в этой ситуации. Я сам, честно говоря, за 12 лет, хотя я сангвиник, я вообще в принципе очень энергичный человек, но я не верю в эггей. Кто еще не верит в эггей, поднимите руки. Вот такая история, когда может быть такой эмоциональный заряд, захват какой-то, тебе хорошо какое-то время, но он выветривается потом и суровая реальность приходит в полный рост. Еще пару цифр. 80% руководителей считает, что у них не хватает людей, талантов в компании, да, для выполнения поставленных перед ними задач. Это Барретт Браун, тоже исследование международное. То есть у нас есть очень большой дефицит талантов в компании. И последняя цифра здесь. На 37% сложность задач, стоящая перед руководством компаний, перед топ-менеджментом компаний, выше, чем их когнитивные способности решения этих задач. «In over our heads», с головой, да, через край. Вука, мир очень сложный, быстрый и тяжелый, да, ты постоянно находишься в ситуации, которая чем-то больше, чем ты. Вот, коллеги, я вижу очень много вот этого в жизни, когда людям очень сложно и тяжело сделать то, что очень важно сделать. и есть то, что мне лично дает огромную веру, надежду и опору внутри. И то, что я вижу, дает ее моим коллегам, клиентам, людям, с которыми я общаюсь. Дело в том, что в каждом из нас есть два «я». «Я один» работает через надо, через не могу, через стресс, через сжатые скулы, через сделай во что бы то ни стало. И это абсолютно понятная вселенная с законами физики, в которой, чтобы сделать работу, нужно потратить энергию. Работа — это то, на что мы расходуем силы. Согласны, коллеги, есть такая вселенная? Так же работает ситуация, да? Как сделать план? Нужно вложиться, нужно потратить себя на него. Нужно время от семьи забрать, от своих увлечений. То есть нужно как-то заплатить за успех на работе. Вот мое исследование темы «Счастье в детстве» началось с очень непростого интервью. Было интервью, мы делали исследование, 57 руководителей опросили в Москве и в Петербурге, ведущих компаний. И был такой мощный мужик, у него строительный бизнес большой. И вот внешне прям миллиардный бизнес, очень мощно, на пике успеха человек. И интервью у него брали, и вот он говорит, что вот я сижу здесь, на вершине горы, там внизу мои вице-президенты. Все они пытаются сюда залезть. Я смотрю на них и думаю, бедные, вы не знаете, что здесь. Здесь выжженная земля. Говорит, когда я компанию строил, было очень интересно. Сейчас как-то интерес пропал, да, но я уже вынужден ей заниматься. Говорит, я распят на форштевне корабля, на носу судна, да? И самое, я не понимаю, куда корабль плывет до конца, потому что политика, разные интересы, да? И самое страшное, что я не могу сойти, потому что я прикован к этой галерии. Вот такое у него ощущение. Вот внешний успех при внутреннем фиаско. То, что меня поразило в том исследовании, что есть люди, которые вот при столкновении с той же самой реальностью, без розовых единорогов, делают совершенно другие выводы, они по-другому на это все смотрят. Для них работают другие законы физики. Это люди, которые об работу заряжаются. Это люди, которые не тратят энергию на работу, а берут ее оттуда. И вы знаете, о чем я говорю, да? Лучшим продавцам им нравятся сложные сделки, да? Им подавая клиентов, которые не такие простые. Крутые PM-ы вот такие хитро выкрученные диаграммы Ганта любят, да? Простой проект, он как бы неинтересен. Я работаю в компании, мне говорят, это просто мост мы построили, а вот это для страны. Такой уровень проекта, да? Там есть, вот есть, компания одна, телеком с красным логотипом, говорит ее Техдир. Говорит, 3G-сети без куража не разворачиваются. Вот эта вот история, да? Невозможно, не летает. Шмель не должен летать, как бы давно он летает. Вот. И в этой вселенной работает законы физики, в которой мы заряжаемся об работу. И я хочу показать вам модель семи источников энергии в работе, которую можно применять в работе с собой и со своей командой. У каждого из нас уникальный профиль. Каждому из нас доступны свои точки контакта с чем-то большим внутри, с тем источником, в котором бесконечное количество сил. Я бы хотел наш сегодняшний разговор, такой спокойный уже, вечерний, да, вот без какого-то тренерского задора, построить, знаете, на чем? На совместном исследовании этой модели, я буду байки рассказывать, примеры, истории, а вы для себя в копилочку собираете, вот что отзывается, что откликается, где ваши факторы, где то, что для вас, в вашей текущей жизненной ситуации может существенно добавить сил. Я предложу формат работы, предлагаю всем достать телефоны свои, в этом случае они будут помогать нам, и сделать там маленькую заметочку. В оверноуте где-нибудь, да, или в штатном, вот просто в заметках. Я буду рассказывать про каждый из факторов, буду давать истории, примеры про каждый из них. А вы пишите свои хэштеги, такие отклики, пишите те мысли, которые я не сказал, но вам они пришли, ваши ассоциации. И по десятибальной шкале оценивайте, насколько это для вас значимый фактор, насколько хочется вернуться, посмотреть, изучить. Я буду давать литературу и возможности дальнейшего развития. Вот, я сделал пост в инстаграме со слайдами презентации. И если вы захотите, то можете в конце свой конспект выложить под этот пост. И по мнению дорогой редакции, у нас там есть такая в проекте редакция, мы за лучший пост там выручим вам курс, где 158 видео по теме счастья в деятельности, есть обучающих и 268 страниц, прям вот полное собрание сочинений. Поэтому, если интересно, можете сфоткать и туда запостить после презентации ваш конспект. Поехали! Первый источник энергии называется смысл. Наверное, мысль не новая. В три раза бизнес со смыслом лучше удерживают сотрудников. Люди не хотят работать в компании просто, они хотят компанию с идеей. Но что очень важно, смысл — это не просто концепция. Это не просто ответ на вопрос «Зачем?». Смысл — это такой ответ на вопрос «Зачем?», который откликается с каждой клеточки тела. Это то, что до мурашек. Вот в просторечии ключевой вопрос поиска смыслов называется китайским вопросом. Он звучит так. Анахуа. Вот бывают просто задачи, просто цели, а бывают задачи со смыслом. Те, которые вот ракеты строим. И я расскажу одну историю про то, как находится смысл. Мы работали с мужчиной в личном проекте и вводные данные. У него компания 1,4 миллиарда оборот. Технологическая, занимается гаджетами. Вот он говорит, «Филипп, моя компания похожа на белый океанский лайнер. Внешне все красиво. Продукты, маркетинг, все вообще отлично. Я тот, кто находится в трюме этого лайнера. Я весь перемазан мазутом. У меня периодически взрываются какие-то механизмы. Валит пар. Я затыкаю плечом. Матерюсь на людей. Я живу в режиме 3 созвонков в день. Последние 3 года. Понимаю, что нужно с этим делать. У меня вопрос. Кто я через 10 лет? Куда я иду? Что вообще? Как это будет все выглядеть? Мы с ним общаемся на эту тему. Он формулирует свои разные цели, мечты. И из всех щелей этого разговора торчит одно слово. Слово «свобода». Он говорит, я свой бизнес начинал. Это мой пятый бизнес. Чтобы быть свободным. Потому что мне было важно. Я не мог в найме работать. Мне было важно делать самому то, что я хочу. Я менял компании, потому что мне было важно выходить на то, что мне интересно. Я хочу в будущем путешествовать больше. Быть с семьей. У него там трое детей. Мне очень важно чувство, что я сам определяю, как я живу. И он это проговаривает. У него прямо восторг появляется. Он как бы плечики расправляет. Он прямо хорошо становится. Я ему отзеркаливаю. Смотри, ты говоришь, что тебе важна свобода. Вот как ты работаешь. В жизни не видел более злого человека. У него заиграли жиловаки. И он стал делать вот так. Я говорю, слушай, а что ты так делаешь? Что это за движение? Я говорю, раскрой. Он начал делать вот так. Я говорю, ты что, боксер? Он говорит, да. То есть прямо я чувствую, сейчас мне уже как бы, я получу прямой. Вот. История дальше. Через… Мы продолжили работу. Он сформулировался как смысл. Через год оборот его компании 2,7 миллиарда рублей. То есть очень мощный скачок. У него была проблема со старшим партнером. Он ее решил и очень комфортно в отношении спокойной с ним вышел. Его количество часов работы с 16 в день сократилось до трех. Я говорю, как ты это сделал? Как это получилось? Он говорит, ну во-первых, я очень разозлился. Я понял, что я сам себя просто вот натянул на эту компанию. Я каждый день кровь сдаю как бы, да. Я себя в аренду сдаю этому бизнесу. Я занимаюсь вообще не тем, что мне нравится и интересно. Я занимаюсь микро, не печатно дальше, пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-менеджментом, а я гениальный B2B-продавец. Я говорю, что ты сделал? Он говорит, ну я… У него, говорит, зумаут случился. Я смотрю свою команду и понимаю, что я почему-то их микроменеджу, хотя мне свобода важна. Им, блин, мы с ними по 15 лет вместе уже, они вообще все могут сами. Я как бы сделал такой вот, этот танк, этот лайнер, он весь так сжался до масштабов мячика размером с руку. Я, говорит, это отпустил и дал им этим заниматься. Они, слава тебе, господи, перекрестились там все. Наш-то наконец куда-то свалил, просто дал жить всем. И дальше, говорит, я сейчас сделаю то, в чем я лучший. Ключевые переговоры. Ребята, я вам продам просто снег зимой в больших количествах. Задорого. Вот такая история. То есть смысл, к сожалению, это не про концептуально подумать. Это прочувствовать, что у тебя реально болит и сделать мощный вывод. Коллеги, отзывается эта история? Помажите мне рукой, если отзывается. Есть такое. Смысл — это про честность с собой. Вот если вы чувствуете, что как бы нужно перезагрузиться, лучшая книга на эту тему — Виктор Франкл «Сказать жизни да». психолог в концлагере, он прошел весь нацистский лагерь, будучи простым человеком, да, не мог семью с женой вывести из Вены. Он пережил попадание в ад, как бы, да, когда тебя забирают под белоручники, ничего не объясняют, сажают в вагоны, везут, как бы, да, куда-то непонятное в чисто поле. Все выходят, девочки налево, мальчики направо, одежду отбирают, робы лагерные. И начинается вот этот ужас, когда они там скоблили стеклами себе кожу на щеках, чтобы они были розовые. Потому что если щеки не розовые, то могут подумать, что ты болеешь, как бы, да, ты не жилец, тогда точно газовая камера. И вот он два вывода сделал, выйдя из лагеря. Первый — человек может все. Проф. выгорание там, да, у меня не получается, мне задачу не решить. Ты используешь 3% своего потенциала. Три. Люди в лагерях выживали, у них стаптывались ботинки, они босиком выходили на работы долбить мерзлую землю зимой, и не заболевали. Поэтому не надо рассказать, что я не могу. Гений 5-7% использует потенциала. И второй вывод, который он сделал, человек может все, если знает зачем. Как только заключенный терял веру, терял ради чего жить, терял куда жить, тиф сжигал его буквально за ночь. Книга для себя — это Виктор Франкл «Сказать в жизни да». Книга для компании — это книга про ОКР, это система целеполагания гибкая, которая пронизывает компанию смыслами, про которую Ларри Пейдж, основатель Google, говорит, что эта система в 10 раз ускорила наш рост много раз за историю Google. Если вы не сталкивались, пожалуйста, посмотрите, вот такая тонкая, это реально система, которая работает в Google сейчас, в Амазоне и в большинстве успешных компаний технологических. Очень мощная штука. Мы в консалтинге ее прям регулярно помогаем внедрить коллегам. Коллеги, смотрите, прошу вас сейчас по 10-балльной шкале оценить. Здесь для себя в заметочке, вот напишите смысл, насколько тема работы со смыслами может быть для вас тем, что важно сейчас, что может дать энергию для вас сегодня и может помочь вашей команде. Пожалуйста, поставьте оценочки, чтобы потом можно было сориентироваться для себя, куда копать. Это карта стратегического целеполагания, которая соединяет культуру и стратегию. Вот в этой системе мы работаем, когда нужно зашить ключевые смыслы и связать их с бизнесом. Это можно сфоткать, там есть слайд, можно посмотреть тоже, в инстаграме будет. Тут прямо вот это рабочий инструмент. Мы работаем в компаниях с таким. Вот идея в том, что ценности компании, ее миссия и смысл должны поддерживать стратегию, это прямо сегодня must-have. Я работаю в крупнейших компаниях в России и вот на этом все строится. Как нам сделать так, чтобы смыслы поддерживали нашу стратегию? Коллеги, покажите мне, пожалуйста, эквалайзер. Вот тема смыслов. Если для вас она актуальна, интересна и хочешь туда копать, это будет вот такая оценка. Если не актуально, это будет вот так. Если в среднем, будет вот так. Давайте раз, два, три. Как у вас? Ага, ну вот по-разному. Окей, кому-то так, кому-то так. Ясно. Пойдем дальше. Следующая история – это любовь. Любовь в бизнесе называется внутренняя интеграция. Такое печальное, может быть, название. Это история про то, что ключевой фактор стресса в работе – это отношения. 90% стресса связаны с тем, что мы находимся в сложных отношениях с людьми. Что-то сбоит там с клиентами, с коллегами, да, какой-то сложный участник есть, сложный пассажир в команде, да, вот на него уходит больше всего энергии. И при этом контакт – это источник энергии номер один. При умении, при наличии навыка, как с этим работать. Смотрите, интересная цифра, которая тут немножко слетела. На 69% вырос бы ВВП России, если бы у нас был внутренний уровень взаимного доверия такой же, как в Швеции. То есть психологи делают опрос, социологи, да, насколько вы доверяете незнакомым людям на улице. Да, нет. Вот у нас на… значительно ниже, чем в Швеции. Вот это вот масштаб кризиса доверия, который сейчас есть. Это пронизывает компании тоже. Тема запроса к нам номер один – это как сделать в компании вот этот вот человеческий Wi-Fi. Как сделать так, чтобы люди в компании друг другу доверяли и друг друга поддерживали. Я очень коротко расскажу про это пару историй и дам инструменты, которые работают здесь. Смотрите, мы в 2015 году с командой сделали самый успешный кейс в западной компании, миллиардной, в долларах оборотом в России. Работали с ними полтора года, они построили стратегию, ее внедрили, и у них получилось сделать самый успешный финансовый год. В конце года мы разбираем, как бы, почему получилось, и как, и какие причины. Мы там вложили кучу энергии в стратегию, прям вот сломали копии, очень долго этим занимались, и делаем глубокий анализ факторов успеха. Что выясняется? Что в итоге главная причина успеха, что три отдела в компании впервые в жизни договорились. То есть сейлзы, продукты и логистика впервые стали работать вместе. Я говорю, как это влияет? Говорят, ну как у нас до этого было? У нас до этого было так, что есть три отдела. Чтобы сделать проект, нужно, чтобы они все прыгнули вместе. Вкладывается куча времени в подготовку, и когда нужно запускаться, двое прыгают, а третий делает вот так. Хоп! И не прыгает. И об этом разбивается все. Вот говоришь, что раньше уходило 4 месяца на согласование каких-то ключевых, больных, сложных вопросов в переписке. Вот бесконечное перебрасывание этих вещей. По сложным темам вообще не общаемся. Теперь я поднимаю трубку, набираю человека, и мы решаем вопрос. Есть очень важная цифра про любовь. Цифра про любовь. Пожалуйста, себе запишите. Если вы делаете конспект, то это важная цифра. 2 и 9, 0,13. То есть 2,9, 0,13. Это число Лосада, линия Лосада. Ученый исследовал 10 лет команды в бизнесе, в спорте и семейные системы. Нашел корреляцию. Работает история во всех контекстах. Если в команде на один негативный комментарий, то есть подколку, тычок, закатывание глаз, есть примерно 3 позитивных, то есть 2,9, это линия нуля. То есть как бы это не классная команда по перформансу, не средничная такая, вот средний перформанс. В лучших командах соотношение 6,8 к 1. То есть на один подкол, на одну критику, на какое-то одно движение негативное, 6,8 позитивных. В командах токсичных меньше 3. Если выращивать число больше, слишком много позитива, поддержки, то начинает падать эффективность. Такой есть как бы, да, вот этот самый анекдот, и довольно откровенный. Если можно анекдоты ниже пояса, нормально? Такие как бы, да, вот, ну, то есть, обижаете, Филипп, можно. Знаете, когда доктор Ватсон и Шерлок Холмс стоят, в подвороте не писают. И Холмс говорит, Ватсон говорит Холмсу, другой Холмс, а почему вы писаете так тихо, а я так громко? Говорит, ну, элементарно, Ватсон, потому что вы писаете мне на ботинок, а я вам в карман. Вот как бы, когда слишком много всего хорошего в команде, негатив не проговаривается, и вот это годами, как бы, ситуация, люди как бы друг друга мучают. Поэтому вот это вот доверие, оно и про то, чтобы говорить открыто вещи сложные друг другу. Это очень важно. Я сам из Петербурга. Кто еще из Питера? Поднимите руки. Я имею право шутить над Питером, ладно? Это, с моей стороны, не агрессия. Есть такой термин, ЧПХ, знаете? Чисто питерская хрень. Я прихожу в одну команду, там все розовое. Розовые стены, розовые люди. Все прекрасно, все очень вежливо, все очень, как бы, так вот, ну, кошерно. И запрос у руководителя женщины ко мне такой, что вот есть команда подобранная, я прямо их воспитываю, подбираю, я все тренинги по non-violent communication прошла, их тоже через них провела. Почему-то не работает. Нет инноваций и нет внедрения, нет экзекьюшена. Почему-то вот, Филипп, посмотрите, что не так. Так, я прихожу на совещание смотреть, что не так. И там такая картина, она как бы сидит, прямая спина, все как бы отлично. Вот, и команда обсуждает какой-то вопрос. И блестящая фасилитация, все очень так вот, как бы, да, политично и мягко, до того момента, пока кто-то из людей в команде не сказал что-то такое, с чем она, видимо, не согласна. И в этот момент она тоже его никак не затронула. Она просто сделала вот так. Нужно было видеть мужика, потому что мужик покраснел на полусловии. Прямо вот он стал уходить в пиджак. Люди, которые рядом с ним, от него отодвигаться. И команда медленно прощупывает, что здесь можно говорить, а что лучше не надо. Знаешь, что самое страшное? Она этого даже не заметила. То есть, ну а что происходит? Все же, ну хорошо. Вдумайтесь в цифру. В 10 раз, в 10 раз эмоции лидера влияют на фон команды эмоциональной больше, чем любого другого участника команды. То есть, у меня дома что-то происходит, у меня как-то там, да, губа искривилась. Все думают, что компанию уже продают. Я просто не в настроении пришел, что вы, как бы, да? Нет, что-то ты темнишь. Что-то не так. Поэтому вот одна из ключевых зон работы с собой и с людьми, это способность быть в состоянии, в котором ты создаешь тепло, доверие и поддержку вокруг себя. Вот эти книжки, это лучшие книжки по фасилитации, которые есть, потому как фасилитировать работу в командах, чтобы она создавала вот доверие и уважение между людьми. Если дать одну практику, которая самая ценная, на мой взгляд, которая позволяет от людей заряжаться в этой истории, она называется поиск талантов. Когда по сути ты ставишь себе KPI, найти в пяти или семи участниках команды своей ключевой, топовой, их до этого скрытые от себя таланты за неделю. Челлендж такой, да? Найди в людях то ценное, чего ты не видел за неделю и им не говори. Втихую делаем. Человек начинает смотреть, начинает искать, меняется его отношение к людям. Что-то начинает по-другому в команде происходить. Если эта тема интересна и хочется продолжить дальше, поискать, почитать, посмотреть в эту сторону, как мне создавать доверие и уважение вокруг себя в команде. Поставьте, пожалуйста, оценку здесь по 10-балейшей шкале высокую, десятки, девятки, восьмерки. Если тема неинтересна, поставьте оценку ниже, нули, единицы. Это не мое, это и так есть, у меня и так черный пояс по любви. Как бы, да, все хорошо. Для себя оцените. Пойдем дальше. Слово поток вам знакомо? Фамилия Чик Сент Михайи. Знаете. Коротко расскажу. Венгерский профессор сам смеется над собой, говорит нереально фамилию воспроизвести. Данные Макинзи в пять раз выше эффективность топ-менеджера в состоянии потока, чем в обычном состоянии сознания. Очень коротко. Что такое поток? Михай, Чик Сент Михайи в течение 20 лет со своей командой исследователей в 100 странах мира задавал людям один и тот же вопрос. Что вы чувствуете, когда вы находитесь на пике результативности? Вот лучший ваш день, да? Когда если там вот, ну и профессии все там, да, если композитор, он просто вот симфония, она просто пришла ему, он только должен был записать ее. Бизнесмен – лучшая сделка, вот прям все срослось. Штангист поднимает самую тяжелую штангу в своей жизни на одном дыхании. Доярка подоила корову так, что она улыбается, корова улыбается, все вообще просто в счастье. Вот что и муж тоже доволен, заговорят, да? В чем история? Что люди говорили одни и те же слова. Я на волне, сегодня мой день, все само получается, само складывается, слово «флоу», поток, звучало чаще всего. Вот характеристики потока следующие. В состоянии потока мы теряем чувство времени. тебе кажется, что как бы ты буквально 15 минут, чем ты занимаешься, пишешь текст какой-то интересный, с человеком общаешься. Прошло 3 часа. То есть ты полностью уходишь в состояние. Как бы ты растворяешься. Сознание и тело объединяются, и ты полностью сфокусирован в том, что ты делаешь. Концентрация расслабленная, она не забирает энергию, нет телесных жажда-зажимов. Ты как будто бы плывешь в этом потоке. Цитата Михайя, каждое движение, действие вытекают одно из другого, как будто играешь джаз. Ты протекаешь сквозь любые сложные ситуации и действительно не тратишь себя. В потоке максимальная скорость обучения. В потоке мы используем максимально латеральное мышление. То есть идеи занимаются любовью, у них рождаются дети. Структурные вещи, стратегия, контекст подгружается, нюансы отношений, мы все это естественно соединяем, приходят инсайты. Это потоковое состояние. Самое большое заблуждение про состояние потока в том, что в него нельзя входить по своему желанию. Вот сегодня у меня хорошее состояние настроения, я в потоке. Завтра как бы муза не пришла, но вот как есть, так и живу. Я расскажу одну историю про то, как человек находит в управленческой работе свое состояние потока. Мы работали с мужчиной, у которого просто ахтунг. Его перевели в итоге работа над собой в филиал другой федеральной компании, в больший город, в миллионник. Команда, то есть федерал в три раза больше, чем его предыдущее место работы. Оказалось, что в команде часть участников были под судом. То есть там у них что-то, ну не то происходило. Прошлого оттуда человека ушли, его поставили. Команда ждала другого, не его. То есть как бы он в шатком положении, да, так неприятно. Он говорит, Филипп, я чувствую, что меня сливают. Я говорю, как ты чувствуешь? Он говорит, ну информацию не дают. Явно какие-то разговоры за спиной кулуарные есть. Я ставлю задачи, они замыливаются, и люди на них не реагируют. Чувствую, что идет коммуникация через голову наверх, как бы, да. Команда вот не слушается, неконтролируемо. Я говорю, а как ты с ними, ну что ты делаешь в этой ситуации? Он говорит, ну как что, я с ними общаюсь. И мы по скайпу говорим. Ты с ними общаешься, говорю я? Он говорит, ну я с ними разговариваю, да. Говорит, ты с ними вот так разговариваешь? Он говорит, ну в общем-то да. Вот, и мы выясняем, что он просто на них как бы так немножко давит, да, нависает над ними. Я говорю, а что они делают в этой ситуации? Он говорит, ну они как бы так немножко как бы сливаются, показывают друг на друга пальцами вот так и выходят из комнаты аккуратно после совещания. Говорит, а я остаюсь с чувством легкого неудовлетворения о том, что я не знаю, что они пошли делать. То есть я вроде бы получил удовольствие, как бы на стены их намазал, как бы, да, за час, а дальше что они там делают, непонятно. А я знаю, что этот человек, он очень хороший B2B продавец. Он прямо гениальный, он как бы, ну там, лизинговая компания, он большие сделки как бы делает хорошо. И вот я говорю, слушай, а какой ты, когда ты продаешь? Как ты вообще себя чувствуешь? Он говорит, ну какой я? Я говорю, вот такой. Говорит, я вхожу в кабинет, мне там не важно, кто там сидит. Я прямо заполняю с собой всю комнату, и у меня внутри единственная фраза. Мы с вами точно договоримся. Да, то есть вот из такого человека, вот такого, он становится вот таким. А вот для него практика работы с потоком было в течение месяца отслеживать положение своей попы на стуле. То есть мужик реально фиксировал, как бы, да, я вот уже с ними вот так общаюсь, или я вот такой. И оказалось, что когда он вот такой, с ним нереально спорить, с ним нереально как-то интриговать, да? Он просто, он чувствует очень глубоко людей, он настраивает на себя. Он решил этот кейс. И вот я серийно вижу, что у каждого из нас есть своя тропинка в свое эталонное состояние. Есть какой-то доступ, да, к тому, какой я с легкостью решу ту задачу, которая из обычного меня кажется неподъемной. У каждого есть. Как правило, мы ее до конца не чувствуем. Но этот вопрос, не как решить задачу, не за счет чего, не какая стратегия, не какие люди, а какой тот я, из какого состояния я решу ее легко, вот с этим вопросом мы тратим 90% времени в личной работе с самыми продвинутыми людьми. Им не нужно помогать подумать, по полочкам разложить, да? Там идет работа именно с этим состоянием. Состояние потока. Вот лучшая книга про это для IT-специалистов, ее написал Чед Ментан, это гуглер, номер, по-моему, 64 или 66, называется «Радость изнутри» или «Search Inside Yourself» ее английское название. Там расписано подробно, пошагово, с инструкциями, с алгоритмами, самая мощная практика работы с состоянием потока. Это медитация. Инженерным языком как медитировать так, чтобы это помогало быть в эталонном состоянии на рабочем месте. Если тема состояния для вас интересна, поставьте высокие оценочки здесь, для себя отметьте ее. Можно будет дальше посмотреть, поискать подходы к ней. Следующая история называется «Оптимизм». И тут обычно в меня висят гнилые помидоры, значит, больно. Я должен сделать дисклеймер. Это не про пластиковый, белозубый, фейсбучный оптимизм, когда улыбайся, улыбайся, все хорошо, найди 10 плюсов во всем угодно. Вот это не об этом. Знаете, определение оптимиста? Кто такой оптимист? Глазами русского человека. Плохо информированный пессимист. Это как бы такой позитивный идиот в розовых очках, с розовым шариком. Он широкими шагами идет по кладбищу, вокруг разруха. Первый люк — это его люк, первый столб — это его столб. То есть вроде бы ему, конечно, прикольно, он какой-то вштыренный такой, но я с ним в разведку не пойду. Эта вот история точно не об этом. То есть неадекватный человек. Вот, коллеги, чтобы понять суть оптимизма, глубинного, настоящего, нужно посмотреть два фильма на выходных. Подряд два фильма. Первый называется «Поли Анна». Это про маленькую девочку, которая играла в игру с жизнью. Он потрясающий, добрый, такой теплый, семейный. А второй фильм называется «На грани» с Энтони Хопкинсом. Помните его, смотрели? Когда он медведя голыми руками убивает. Вот оптимизм — это то, что объединяет маленькую девочку и Энтони Хопкинса в роли миллиардера. Вот это качество. Очень коротко про то, что это такое, вот глубинный оптимизм. Глубинный оптимизм — это способность делать энергию из чего угодно. Из побед, из поражений, из сложности, из неопределенности. Это стиль мышления, личная философия, способ препарировать ситуации, который не просто тебе дает решение, а дает эмоциональный заряд тебе и твоей команде. Лучшая книга про оптимизм, вот не та, которая серьезная, Мартин Селигман справа, а вот та, которая вот такая тоненькая, маленькая, там текста нет вообще. Крис Прентис «Счастье под зен». Она вот прям вот такая, и там вот узенький такой текст. Но это пишет человек, который с того света людей достает. То есть ему под 80 лет, и он занимается тем, что он восстанавливает людей из наркозависимости, вот тех, у кого все уже просто все вычерпано. Если хочется получить такую прямую инъекцию радости жизни, вот это очень мощная штука. Там в деталях описано, как это, что это такое, вот как быть оптимистом не на поверхностном уровне, а вот на этом глубинном, когда из всего ты можешь заряжаться. Очень коротко, прямая речь одного руководителя, который вот эту штуку для себя открыл. Он говорит, что «Филипп, странная ситуация». Он говорит, когда какие-то интересные вещи мы делаем, победы, какие-то хорошие сделки, что-то получается в бизнесе. Он говорит, я не просто этому радуюсь. Радуюсь это как-то, это ни о чем. Он говорит, я прибавляю в мышечной массе. Это физически меня прямо, я наполняюсь, меня это просто усиливает. Я прямо чувствую, что это окрыляет. Я реально прямо этим заряжаюсь. И команда моя заряжается. Он говорит, а когда есть какая-то история, где мы проиграли, где не получилось, вы дальше смотрите внимательно на мимику. Он говорит, меня это только раззадоривает. Появляется зуд. Говорит, ты знаешь, как в шахматах? Одно поражение, хорошее поражение, стоит сотни побед. Почему? Ты получил по голове, корона слетела, появился зуд, желание копать, учиться, развиваться, двигаться. В этом смысле оптимизм – это способность заряжаться от чего угодно. Лучшая техника по работе с оптимизмом для себя, она прямо вот, ну, Селегман, он исследовал тоже по всему миру, подбирал практики, которые в Индии и в Норвегии работают одновременно, независимо от культурного контекста. Называется плюс три. Плюс три. Оказывается, что у каждого из нас есть я-концепция. Мы – это история, которую мы рассказываем в себе о себе. И наши истории очень часто нас ослабляют. Если я себе говорю, что я вот тут не очень, тут не совсем, тут был травмирующий опыт, тут было как-то тяжело, то я в итоге вот такое вот состояние не до Филиппа как-то пытаюсь работать с командой. И не до и получается. Так вот есть такой челлендж, он прямо жесткий. Если хочется добавить себе какой-то ресурс, то попробуйте сделать. Нужно найти кого-то, кому вы доверяете, кого вы уважаете. То есть такой человек, который, знаете, человек, который вам не даст срулить. Вот есть такой, почему-то сейчас приходит пример, знаете, Искак Адизес, такой консультант, он интересный, такой человек, он рассказывает этот анекдот про человека с маленькими, маленького человека с маленькими глазами с рынка. Знаете его? Слышали этот анекдот? Он говорит, что стартап, и берут сотрудника, проводят интервью. Один сотрудник, кандидат, это человек из крупной западной компании, второй, это студент, а третий, вот этот маленький человек с маленькими глазами с рынка. И один и тот же вопрос, сколько будет 2 плюс 2? Ну, как бы студент, свойственен максимализм юношеский, 2 плюс 2 будет 4, он знает ответы, все понятно, извините, не наш случай, нам нужен человек, знающий жизнь чуть лучше, до свидания. Западная компания, ответ, я не могу вам сейчас сказать, я отправлю запрос в headquarters, мы через месяц выясним, я вам расскажу, сколько будет 2 плюс 2. Не наш стиль, как бы извините, у нас стартап, очень уважаем, любим, но нет. И дальше вопрос, сколько будет 2 плюс 2 вот этому человеку с маленькими глазами. и вот дальше важно помнить, как бы, да, акцент Адизеса такой венгерский, да, у него такой прямо, он говорит, у него глаза, говорит, стали еще меньше, и он говорит, are you buying or selling? Вот нужен такой человек, скептик, и от которого, который не даст срулить, да, с которым нужно договориться о том, что я тебе присылаю каждый вечер 5 дней подряд смс-ку, где я пишу 3 вещи, которые я сегодня сделал реально в формате айда пушкин, айда сукин сын. То есть, что я действительно сделал сегодня такого, чем я лично сквозь мой фильтр скепсиса и сложного отношения к себе могу действительно гордиться. За 5 дней вещи не должны повториться. То есть, как бы ты реально находишь 15 вещей про себя, в которых отражается суть твоего профессионализма. Вот что ты делаешь действительно круто. Это не домыслы, а это прям факты. То есть, ты через 15 дней, через 5 дней, ты можешь про себя, как сомелье про хорошее вино говорить, да, вот в чем нюансы моего таланта, вот в чем, вот в чем я Копенгаген. То, что я вижу, очень сильные, зрелые, взрослые люди имеют поверхностное представление о том, как они это делают, на чем, в чем именно цимус, как, за счет чего. Вот такое 5-дневное исследование с разговором и разбором после очень часто дает стат для нового понимания себя и новой работы дальше. Мало времени, я дальше буду так побыстрее, сейчас нужно нам успеть все эти вещи сделать. Короче, оптимизм важная штука. Если важен такой, да, мощный буст, это прямо сюда. Игра, очень коротко, все самые ужасные вещи на планете делают с серьезным лицом. Вы знаете, да, и в армии никто бы не служил, если бы не было так смешно. Это история. Самые сложные контексты, глубоководные дайверы, космонавты, да, это не делается в режиме работы. Если работать серьезно, сдохнешь просто. У меня есть клиент, как бы, федеральная компания, говорит, у меня компания, говорит, я генеральские погоны, 86 регионов, селекторное совещание, все вжимают голову фрич, потому что я матом перешибаю столб. Потому что мне прилетает прямо из кабинета президента, если что, инфраструктурная компания. Говорит, но если бы я был таким серьезным реально внутри, я бы сдох 20 лет назад на далеких поступках этой дожди. Невозможно вынести все это посерьезно. Согласны, коллеги? То есть без некой формы игры не получается. У каждого мастера есть своя внутренняя мастерская. Как ты делаешь, какой твой способ снимать эту повышенную важность. Вот лучший источник на эту тему. Это более полезная штука. Это про команды, это Магонигал, это штука такая более инструментальная для команд. Вот эта вот история, это человек, который за одну тренировку часовую с гольфистом. Гольфист 10 лет занимается гольфом, то есть он такой нормальный, не профессионал, но как бы любитель. За счет выстраивания внутренней игры увеличивал дистанцию удара человека в среднем на 40%. Это механика внутреннего отношения, когда ты делаешь на расслабленном теле. Ты не грузишься, ты действительно легкий, ты играешь, и ты способен, для тебя нет стресса. Что такое стресс в игре, знаете? Стресс в игре. Стресс в игре – это азарт. Вы знаете, что это не просто слово, это гормональный фон меняется. Если стресс в работе, гормон кортизол растворяет внутренние органы. Стресс в игре – какой гормон будет? Адреналин, эндорфин, серотонины. Коктейль. То есть от отношения к работе как к игре, но вашим способом, доступным вам, меняется то, как вы физически себя ощущаете. Вот ключики очень важно для себя найти, потому что если вы серьезные и тяжелые, то компанию в условиях стресса, изменений невозможно развивать. Был потрясающий руководитель знакомый, который формулу успеха для сложного контекста, для кризиса сформулировал. Он говорит, что, Филипп, сложные бизнесы, связанные с технологиями и связанные с отношениями с B2B заказчиками, делаются по двум принципам. Первое – нехотя, второе – похотя. То есть если ты не легкий, если ты не расслабленный, оно все как бы замерзает. Если интересно, это ваш лепесточек, поставьте высокие оценки здесь, чтобы посмотреть, что можно здесь найти. История очень короткая. Есть молодые старики и пожилые юноши и девушки. Понимаете, о чем я? Ты приходишь на тренинг, там молодые люди, они сидят, смотрят на тебя в таких позах. Ну что тут еще можно про это все сейчас сказать? Банальные вещи, ерунда какая-то. Все это я уже читал и слышал. Согласны? И вот я уже в прошлой компании там этот тренинг проходил. И вообще, что вы мне можете видеть? Я уже полтора года менеджер по продажам. Я уже знаю правду жизни, да? Вот как устроен мир, я понимаю. Мне очень повезло. У меня есть много друзей, которым за 70, которые лучшие специалисты в своей области. Там Том Керрен, например, ему 75, и он консультант Walmart по стратегии. То есть международной компании крупнейших. Знаете, хелиски тебя сбрасывают на горных лыжах, да, вот по пухляку ты катаешься в самых сложных моментах. Вот таким, как он, даже не дают вертолета. Ну, потому что, как бы, ему не надо. Он, как бы, знаете, на лыжи надевают скинс, такие, как бы, да, щетки, люди заходят прямо вот так вот в гору, то есть все трещины твои, весь, все расселили, все лавины твои, весь рельеф твой. У Тома Керрена не лыжи, у него сноуборд. Он раскликивается, разбирается, как бы, ты идешь вот на этих двух историях. он забирается вверх, в гору быстрее, чем его 50-летние пацаны-друзья. Мальчишки. Ты в нему смотришь в глаза, он молодой, он, вот он, он, он драйвовый, да, ему, он абсолютно, в нем какое-то ребячество есть. Понимаете, вот 50 лет человек занимается своим делом, он сделал там тысячу тренингов, но каждый раз он выходит из тренингового зала и говорит, вот сегодня я понял. Для него каждый раз как бы это такая некая загадка и удивительная отгадка. Вот отношение к делу как к тому, где я новичок через 20 лет в том, что я делаю, это подход, который делает нас молодыми. Как только я сказал, что я уже все знаю, я крутой, я начинаю медленно выходить в тираж. Вот я себя на этом ловлю, как бы, я уже 10 лет занимаюсь темой, я уже много чего знаю, да, и, ну, как-то все понятно, не очень интересно, я говорю какие-то вещи, которые я уже сто раз говорил, а я смотрю, как бы, да, есть Петрановская, да, есть Гиппинрейтер, ну, женщинам там, да, под 70, им все еще интересно. Я прям понимаю, что Филипп, да, ты уже все знаешь, а служеницын как-то до конца, вот ему было прикольно. Стремная история, правда? Вот на этой, на этой штуке, на том, что где у меня любопытство молодое живет в том, что я делаю, вот на этой вещи сворачиваются горы, если ты его находишь. Следующая история, последняя, связана с влиянием. У меня, коллеги, сложная работа, у меня когнитивный диссонанс, потому что я общаюсь на всех слоях, ты приходишь к линейным сотрудникам, они говорят, Филипп, мы ни на что не влияем, согласны? Что мы тут как бы можем сделать на земле? Там эти определяют там политику, что-то такое, выдают какие-то задачи. Что, что? Свет включился. Кино закончилось. Все. Вот. Линейные руководители говорят, Филипп, вообще ни на что не влияем, потому что у нас там внизу эти, которые, ну как бы, да, набрали, как их смогли. Да, мы расклебывай. А наверху медлы, которые проекты генерят. Да, у нас 25 продуктов, и нужно еще 30 внедрить, мы еще эти предыдущие не внедрили. Мы тут как бы на шпагате, как бы на разрыве, мы не понимаем, что еще делать. С медлами говоришь, они говорят, Филипп, мы вообще ни на что не влияем. У нас топ-менеджмент, небожители. Да? У них там своя какая-то политика, мы пытаемся делать нормальные проекты, эти, короче, там у них свои какие-то шшшшшши истории, да? Разборки. Я очень много работаю в топ-командах, там всегда кто-нибудь мне говорит, Филипп, пойдем в сторонку, отойдем. Ты же про нас уже понял, что как у нас все происходит? Ты же понял, что у нас тут никто ничего не решает, на самом деле? Это все он. Знаешь, как происходит? Он берет человека, макает в краску и начинает им рисовать по доске свои решения. Человеку неудобно, он как-то пытается выкрутиться, получается неровно, этот злится. Все выходят из кабинета, не моя сцена, потому что сегодня тобой рисовали, как мокрая кошка. У всех чувство легкого такого-то такого. Но слава богу, что он не мной сегодня. У меня проблема, друзья. Я много работаю в личном коучинге с первыми лицами, с SEO. Знаете, что они говорят? Я тут ни на что не влияю. Акционеры. Все понятно заранее, есть рельсы. Я этим просто не могу сказать. Но все уже решено. Друзья, мне очень тяжело жить, я работаю с акционерами. Знаете, что они говорят? Филипп, ужас. Мы вообще ни на что не влияем. Эта компания в целом обезьяна с гранатой. Я вложу туда свои деньги, я не знаю, когда я верну, и я не могу ничего сделать. Одних изютов на других меняешь, а они на нее не работают. А вот вам история про бабушку Любу. Последняя, у нас две минуты остается буквально. Бабушка Люба. Это история в ЖЖ ходила, может быть, вы знаете ее. Город-миллионник, окраины, обшарпанная подворотня, граффити изрисованная. Там живет бабушка, ей 87 лет. История реальная, прямо вот это описание очевидцев. Ее вштырила. Бабушка такое бывает. Она стала на лестнице, облагодарить лестницу, да? Цветочки, вот как бы, да, там, как-то, ну, сделала уютно водить. И туда пришли хулиганы, цветочки, как бы, да, об землю. Бабушка полюбует, да, какая-то фигня. И бабушка закусилась. Она все это убирает, да, ставит новые, вешает на стену цитаты великих людей, такие души спасительные, что детки, мол, не надо. А у хулиганов включилась игра. Она говорит, прикольно, это об землю, цитаты об коленку. Давай поиграем. Бабушка убирает, ставит все снова, да, цветочки на подоконник, цитаты на стенку, открывает дверь и ждет. Они приходят, она к ним с уговорами. Она говорит, бабушка, ты хочешь посмотреть? Смотри. Берут горшки, об землю, цитаты об коленку, получи. Бабушка тихонечко все собирает. Ставит новые. Горшочки на подоконник, цитаты на стенку. И готовит пироги. Она выходит к ним с пирогами и чаем. Дети голодные, они не отхорошей жизни так, да, у них там семьи, всесоответствующие, алкоголизм, все эти вещи. Не смогли отказаться. Они начинают пить с ней чай, это реальная история, да. Разговаривать. Она какие-то книжки им выносит. Там лампочки все разбиты в этом подъезде. Десять лет уже. Она покупает на свою пенсию им фонарики. Они читают. Когда это происходило, в бабушке было жизни на три месяца. Она ушла через три месяца. Но жильцы этого дома, в подвале этого дома, после ее ухода, сделали буккроссинг. Вот когда мы говорим, что мы чего-то не можем, мы на что-то не влияем, то я всегда вспоминаю эту историю. В чеке жизни на три месяца. И вот этот вот разобранный в хлам город. И вот такой выбор. Вот влияние, это очень мощный инструмент. Вот две лучшие книжки про это. Сила воли и драйв. Посмотрите, Юра Белонощенко, стратегия маленьких шагов. Очень мощно про то, как выстраивать культуру влияния у себя в компании и в работе с собой. И вот последние цифры. 51% компаний ставят годовые цели и каскадируют их. 6% из них возвращаются к целям ежеквартально. В три раза быстрее улучшают эффективность своей работы, чем те, которые этого не делают. Вот эти 6%. Очень важно жить в парадигме этого влияния. Вот наши 7 факторов. Вот здесь вот есть информация. более подробная, где можно посмотреть все и много видео и текстов про это. Коллеги, спасибо вам большое. Спасибо, Филипп. Филипп Гузенюк и текстов про это. Спасибо.